Не сегодня. Эх, Семен Семенченко, ну что ж ты так. Человек на синя, а именно так ольгинские боты в свое время переводили псевдоним комбата, оказалось, давно занимался не укреплением обороноспособности страны, а создавал частную армию для Игоря Валерьевича. Ну, по крайней мере, так утверждает следствие. Стоит ли теперь Семенченко прятать лицо под балаклавой от стыда, узнаем обязательно. Но не сегодня. 24 марта Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заявили, что разоблачили частную военную компанию ЧВК, которая действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций и заключала контракты с различными группами из стран Ближнего Востока. Возможными организаторами ЧВК правоохранители указали экс-депутата Семенченко и тайного агента НАБУ Шевченко. По данным следователей, они являются возможными организаторами и участниками схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из России. Позже эти товары продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам, говорят в СБУ. Но в прессе всплыли куда более конкретные данные про деяния бывшего нардепа и компата Семенченко. Его частное войско было замечено на объектах, которые контролировал олигарх Коломойский. Например, Центр Энерго в период властвования там менеджеров Игоря Валерьевича. Ну, вообще интерес миллиардера к частным военным компаниям известен давно. Но недаром он вместе со своим партнером Боголюбовым на Западной Украине давно зарегистрировал два оружейных завода. А лоббисты группы «Приват» в парламенте периодически загораются инициативами узаконить частные военизированные компании. Но пока это у них не получалось. Зато, как видим, рыцарей без страха и упрека коломойские партнеры нашли среди героев былых времен. Если рассмотреть то же дело Семенченко, ну, неужели такую бурную деятельность бывший нардеп смог бы развернуть без покровителей? В составе организации, по данным следствия, более 150 человек. Их вербовали среди бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях. Их готовили на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области. Правоохранители провели 80 обысков в Киеве, Киевской и Донецкой областях по месту жительства и тренировки фигурантов, где, среди прочего, нашли большой склад оружия. Сейчас Семен Семенченко вновь в казенном доме. Но только это не казарма и не Верховная Рада, а СИЗО. Кстати, опубликовал карточку жены для сбора пожертвований. Прокормить заключенного комбата своими силами семья, видимо, не в состоянии. Хотя пользователи Фейсбука оказали посильную помощь и нашли возможные источники средств на закупку сухарей. Например, элитный автомобиль, оформленный на родственницу. Говорят, женщина авто не пользуется, а вот экс-комбат очень даже. А чего же Коломойский не помогает своему Че Геваре на минималках? Ну, Игорь Валерьевич, в общем, не тот человек, о котором поется в песне «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит». Олигарх – сторонник отношений, как в супермаркете. Корзинка вроде как общая, но на случай Шухера счета раздельные. Еще одно маленькое сражение Коломойского ожидало на Ивано-Франковщине. Там в схватке сошелся человек-олигарха, экс-директор Буковели Александр Шевченко и стронгмен и актер Василий Веростюк от «Слуги народа». 28 марта в округе номер 87 прошли до выборы в парламент. Сразу после закрытия участков началась битва экзитполов. Одни отдавали победу Шевченко, другие – Веростюку. Очевидно одно, что безоговорочно не победил ни один из кандидатов. Ну и да, спасибо, что еще пока для борьбы используют традиционную гречку и социологов, а не частных спецназовцев. В современных условиях мы бы быстро дошли до сценария Хиросимы и Нагасаки. Не сегодня.